Всем огромный привет! Сегодня я отправляюсь в бутик Parfum Art. Это бутик Андрея Гридасова. Я уже когда-то говорила вам о нем. Там представлена такая нишевая ниша. Очень классные ароматы. И, наконец-то, я думаю, что смогу сегодня кое-что потестить. В общем, встретимся. Прежде всего, я хотела послушать кое-что из Ducity. Просто, конечно же, за раз невозможно будет как-то охватить все. Ну, в общем, разберемся на месте. Я думаю, что должно быть интересно. Бутик расположен в центральном универмаге города Курска на втором этаже. Вот как раз, чтобы попасть к Андрею Гридасову, мы как раз проходим вот этот елочный базар. Такие замечательные игрушечки. Здесь я покупала, кстати, своего орликина когда-то и вот этого эльфа. Красивые шары. Такие прямо большие, но это на большую елку. Тут тоже вот такая вот красота. Но я мимо пройти не могу, как всегда. А там у нас щелкунчик. Сразу же хочу сказать, что под видео я оставлю ссылку на сайт Андрея. И всем моим подписчикам и зрителям до конца декабря будет сделана скидка по 15% по промокоду KateFriends. Я оставлю всю информацию под видео, поэтому обязательно заглядывайте в инфобокс, проходите по ссылке. Посмотрите, как много интересных ароматов там есть. И возможно, вы что-то давно хотели приобрести. И как раз таки вот это будет тот самый случай. Так, я отправляюсь именно туда, куда мы шли. Итак, я наконец-таки встретилась с Андреем, чему очень рада. И сейчас мы, естественно, послушаем ароматы. Но вначале Андрей нам немножечко расскажет об ароматах и вообще о парфюмерии, о своем взгляде. Ну, в общем, давайте послушаем. В общем, смотри, то есть парфюмерию можно воспринимать в двух вариациях. Когда мы носим ее как часть социальной роли, то есть социальной маски. Ну, я там мачо крутой, или я супер там девушка. Или наоборот, я такая кукла Барди с леденчиком, да. То есть гурман какой-то. А можно искать лично свою эмоцию. То есть не всегда этой эмоцией даже делиться иногда с людьми хочется. То есть у меня были ароматы, которые я мог бы носить только дома. Не то, что я такой жадный не хочу. Ну, это вот что-то мое личное. Это какая-то моя сентиментальность, возможно. Или какая-то новая дорога в голове нейронная, которая меня бросает куда-то в какие-то мои эмоции, которые я не хочу ни с кем просто делиться. Это мое камерное что-то автономное такое. Ну, согласна. То есть поэтому я всегда рассматриваю аромат. Пожалуйста, вы можете аромат носить, презентуя себя, как какую-то гендерную роль играть там, да. Или социальную роль там. Я, например, там офисный работник. Да, аромат прозрачный, тонкий, там не широкошлейфовый. Сидит близко, никого не раздражает. Или наоборот. Я вау вам, женщина там. Или захожу и стираю всех на вечеринке своим ароматом. Доминирую там, заполняю пространство. Там бакара-руш, там смерть всем. Мне плевать, что вы тут существуете, да. Ну, понятно, что должна быть этика соотноситься с эстетикой. Идем к безумному врачу. Или там в маленькое помещение. Ну, не надо на себя, наверное, наносить аромат, который будет других людей сжимать в стены, да. Вот. Тут вот это учитывается. Ну, а так все, конечно, построено на личном вкусе. На личном восприятии. К Дусити. Селлаж Бланк. Аромат, который... Ну, начнем с того, что у Дусити все-таки большая нанюханность. Много у мамы было ароматов старых. И понятно, что Селлаж Бланк у нас это поклон легендарному Бензи от Робера Теге. То есть это зеленый кожаный шип. Этот аромат на стыке стоит женского и мужского. Потому что сам Бензи, он появился в 1947 году. Он был посвящен эмансипированным женщинам. Жермен Селье, автор Бензи легендарного, да, которые носили Майя Плесецкая и Лили Брик. Она была такой курящей дамой. Там женщина-бандитка. Она такая вот кидает перчатку католической Франции, кидает перчатку обществу, да. Устоявшуюся стереотипом поведенческим того времени. То есть женщина, которая такая хривольная и так далее. Поэтому немножко мужские анаты есть. А тут есть кожаный оттенок. Есть кожаный. Это зеленый цветочный кожаный шип. Ну да. Я же говорю, опирающийся на легендарный шип. Да, у нас поклон такой. Да. Мелоди Дамур. Мелоди Дамур. Показываем парфюмчик. По сути, это классические бело-цветочные духи, у которых, в принципе, притечь много на самом деле. Это и мадам Роша, и кориандр старый. Ну, здесь и тубероза. Здесь такой бело-цветочный, мощный. Ну, от кориандра я вообще ничего не слышу. Здесь где-то какие-то скелетики такие, да, вот структурно все. Он такой сладковатый, кориандр... Сладкий, а тубероза? А, да, вот как раз-таки тубероза... Ну, вот тубероза для меня материал сложный, честно. У меня с ним сложные отношения. Я тубероз, на самом деле, люблю мало. Я бы там ответил, может быть, Ля Ньюиде тубероз, артизан-парфюмер. Я бы, может быть, отметил тубероз Криминали, Сержеля Танца. Ну, красивый, кстати, аромат. Те, кто любит туберозу, красивый тубероз. Да, красивый, сочный, смачный, женственность, воплощение... Мелоди Дамур, да? Воплощение женственности. Вот женщина во всей своей постаси. Если брать гендерную маску, то это вот прямо такая женщина-женщина. Не девочка, да? Да, да. Не бунтарка вообще ни разу. Это традиционный буржуазный парфюм. Поэтому он, конечно, на своего любителя. Ну, даже насколько я тубероза так... Он хорошо сделан. Да. Он хорошо сделан, он в духах у нас. И, что там, Ле Деур... Ле Дусер де Сиам, Сладость Сиама. Поклон, конечно, Таиланду. Но давайте скажем так, что парфюмы Дуси, это все европейские. Никакой Юго-Восточной Азии в них нет. И материалы, из которого они собраны во Франции, они, безусловно, типично французские ароматы. Я бы сказал, что это очень французская линейка. И это очень смешно, когда девочка из Таиланда сделала очень парижскую линейку. У нас есть французские бренды, которые, ну, вообще ни разу не французские по духу. Что вот здесь вот прям Франция, Франция. Так бывает. Как Мишель Чаран когда-то, будучи румыном, стала самым известным писателем Франции, писавшим на французском. Тогда вот инородец становится большим французом, чем французом. Красивый, не оцениваясь. Китайская, с пряностями. Такие тоже есть. Или лаковые шкатулочки, да. Как Карамандель Шанель. Там, да, лаковые вот эти Карамандели, за которыми девушки переодевались, были популярны из Китая. А лаки раньше делали как раз из смолок, натуральных деревьев. И они ароматические были, эти смолки. Ну, вот я больше всего слышу сейчас, по крайней мере, вот эти цветочные моменты и личи. Да, цветочно-фруктовый, сладостный парфюм. Но это гурман. Гурман, наверное, не в духе лави беля ланком, когда бокс в варенье такой вот постоянный. Это настолько как-то звучит и тонко, и не грамма синие вот это все вообще. То есть это настолько чувствуется качественно. Вот ароматы Дуситы могут не впечатлять людей, которые привыкли к таким хайповым парфюмам, которые бау, эффект, а дальше ничего. Они ровные, они спокойные, они по-восточному медитативные. То есть это нужно поносить, вдуматься, влюбиться. Вот расслышать эти именно полутона. Это как индийская рага для человека, привыкшего к европейской музыке. Вот эти микросдвиги в структуре кажутся монотонными. На самом деле это вот та самая восточная сдержанность, когда вот это все вот так. Да? Да. И элегантные ароматы, кстати. Они не вульгарные, не пошлые. Абсолютно. Это не американский стиль, когда прийти и сказать, это я. Да, говорят, я хочу французистый аромат. Ну, знаете, такой собирательный. Ну, да, вот это красузистая, да, вот это очень парижская такая. Пока что все три, что я послушала, однозначно, все вот именно в таком стиле. Исара. Исара очень красивый, мягкий фужер. Это тот случай, когда я считаю, что фужер можно носить женщине. Ну, фужеры женщины давно носят у нас. То есть мужское направление. В Исаре очень хорошая сосновая иголочка, но без канифоли. Очень такой мягкий, плавный лес. Ну, попробуй сама. Это тоже духи. Концентрация, да, у нас делится на оде парфамы и духи. Честно говоря, я читала про нее все возможные вот эти описания. Она мягкая, это мягкий лес. Я ожидала чего-то более такого. Нет, нет, там не будет ничего такого мощного. Очень красивая. Я не знаю. Ну, я рад, что тебе понравилось. Красиво. На самом деле, оде инфини еще у нас осталось. Сейчас, секундочку. Вот правда красиво. Для тех, кто хочет действительно что-то такое современное и классическое. Для меня это классика. Я бы сказал, что это линейка для тех, кто действительно хочет классику, но без совсем бабушкиного сундука. Да, без старины. Без вот этих ретро-старых шуб каких-то там и так далее. Хотя в этом тоже стиле есть свой плюс, но я же тоже понимаю, что мы дети своего времени. И я не лудист, а не сектант какой-то, который говорит, нет, ребята, умирайте, но носите только клема. Это когда уж кубинский мозг. Я недавно, кстати, подумала. Я свой последний флакон продал в Питер. Кстати, старый 70-х годов, запечатанный в духах. Ну, вот выцегнила у меня одна девочка-блогер. Сбылась, я-то не читала. Ну, хотела. Она, я уж подумал, ну что я мальчик, зачем она мне нужна, тем более клема зеленая. Как мне так. Раван, очень классный парфюм, очень природный, очень живой, с шалфеем, с сеном, с травой, скошенной под деревом. Просто чудо. Смотри. Он прямо вот перенесет тебя куда-то в травы, в лес, в зелень. Раван-водопад, да? Известный в Таиланде. Рассказывай, откуда название. Сейчас последний парфюм Дуси, ты все придумываю этому название, будет посвящен ирису фиолетовый. Должен ко мне. А, да, я видела. Он лежит, моя порция лежит в Москве, ну то есть до выпуска я многие вещи так, в принципе, заранее. Смотрю. Ну вот этот пока что самый далекий для меня из всех. Ну он, наверное, будет ближе к мужским тонам, потому что в нем есть сырое, это шалфей тебя пугает, шалфей, он всегда такой немножечко грубоватый материал. Ну он по-своему красивый, просто это немножко не мое. Ну он природный, он не химичный, тот кто хочет. Абсолютно, они все не химичные. Вот такой, значит, очень сложный аромат, сейчас у нас будет Уд инфини. Кто выживет после того, как уйдет грязная, очень животная, настоящего Уда нота, никакая синтетическая, там аналогичная история. Точно, про него столько отзывов на эту тему. Значит, вот это конюшня, когда уйдет, там безумно красивая роза, там настоящее розовое масло, дорогое, красивое. Но по розам, роза сейчас в тренде. И честно, мы с тобой давай как-нибудь про розные парфюмы поговорим, потому что это последнее мое увлечение. Никогда не думал, что увлекусь розами. И ты знаешь, есть просто потрясающие вещи, и про розы у меня есть что рассказать и удивить. Вот моя четверка современных ароматов розных, я расскажу девчонкам, они просто будут в шоке, если купят эти вещи. Это розы, не розы, это что-то космичное. Так, вот это нужно, чтобы он где-то еще полежал, отдохнул. Да, да, это вот нужно быть готовым носить такие вещи, как Уда. Значит, по поводу Уда, он, например, уже очень сильно надоет. Ну да, кстати, многим тоже. А скажите, а это вот Уда и это такое эмоции? Нет, вот эту грязную ноту дает Уда. Просто от методов дистилляции настоящего Уда, да, это же все-таки прожженное грибком дерево масло, да, которое дистиллируется. Плюс в связи с кислородом, оно там трансформация происходит, да, химические какие-то превращения с самим маслом. Оно может нести вот такой цветочный, древесный, грязный, уринальный, фекальный элемент. Да. И каждый готов это на себе носить, но пройдет время и выйдет роза красивая. Ну, вот такая парфюмерия, наверное, ближе к какому-то... Уд был знаком, кстати, парфюмерам и в 17-м, в конце 17-го века, но поскольку материал был дорогой, маргинальный, его не использовали. То есть, то, что сейчас зачастую там пишут Уд, это смесь синтетических каких-то компонентов с горелым каким-нибудь там ветивером, с сытью зачастую. На гамоте есть такое растение, которое выдают за Уд, да. А вот настоящий Уд, он, да, он жесткий. Да, жесткий. Я из дома свой Уд принесу настоящий, намажите. О, хорошо. Так, что мы еще будем снять? Ля Бальхилен, бренда Клода Маршаля, MDCI Parfums, достаточно пафосный бренд, но всегда собранный аромат и очень хорошо. В данном случае это фруктовый шипр, собирала вот Дертран Дюшафор, вот такой вот флакончик у нас. Это то, как раз про что вы мне писали? Это мягкий, мягкий, такой цветочно-розный шипр со смантусом, с... Ну да, очень нежный такой. Конечно, там у меня мозг есть у нас, иван-тыван. Такой прямо девочка-девочка. Здесь у него цветочное сердце, но окруженное фруктовой подложечкой, грушовый причем. Да, и фрукты сейчас прямо набирают. Вот не персик, как Митсука, Герлен, да, а здесь грушовый шипр, цветочно-грушовый шипр. Ну, а шипром, конечно, мы его называем в кавычках, потому что это постмодернистская работа, да? Да, он такой достаточно сладковатый. Да, но дубовый мох есть там у базы, внизу лежит, такую темноту создает сладостную, поэтому можно его с натягом там к шипрам отнести, фруктовым таким. В современном. В современном, да, безусловно. Ну, у меня, например, там есть два парфюма. Очень современное. Два парфюма «Friendly für Berlin». Это Марк Бакстон, про которого Геза Шон говорит, что три человека изменили лицо парфюмери. Это Марк Бакстон, Бертран Дешафур, чей мы парфюм сейчас нюхаем, и сам Геза, автор «Молепул», да? Чем это интереснее? Я покажу шипр, который называется «Ари Буз против шерсти». Это концептуальный проект берлинских зеленых ребят, таких активистов политических. Он очень прикольный. Это лисенок такой для меня выбежавший из норы, который первый раз слышит, как бегут ручьи, как пахнет земля, как расцветают растения. Это вот, пожалуйста, цветочный, цветочный зеленый шипр, красивый. Красивый. Мне подогнается. Бакстон умеет делать ароматы. Это современная, очень классная работа. Он такой холодный, и что-то в нем действительно есть, капельная, прямо водная что-то. Да, да, вот этот, тут вот вешние воды, вот это первые ростки весной, вот это буйство зелени всего, вот какофония запахов, которая на нас наваливается, если мы зайдем в весенний лес. Вот этот классный. Очень классная работа. Вообще я Марка Бакстона люблю. Ну, не во всех работах. В Комде Гарсоном он у нас сделал первые четыре парфюма. Достаточно хорошая вещь. И вторая штучка, раз уж мы про френдли фур заговорили, грин карнашен, это такой одо дензизмо, это зеленая гвоздика, то есть гвоздично-розовое сердце, аккорд виски. И в данном случае у нас будет еще светлый табачок. Аромат заявлен как мужской, но я его вижу на женщинах, потому что в нем есть такое что-то чарующее. Пудреная гвоздичка зеленая, виски. Торфяной немножко аккордит. Да, вот это чувствуете. Вот это торфяное виски такое и светлые табаки. Не темные, густые, сладкие, как у Тома Форда, там, да, и Франко Бакле, например. Ну, такой уни конкретный, да. Уни, да, хотя все-таки это вот, они специально разделили шипор, они зеленые предложили женщинам, а грин карнашен предложили мужчинам. Ну, это все условно. Я вот эти МЖ, в принципе, здесь убираю вообще на обочек. Потому что ароматы вполне взаимозаменяемые. Если они хорошо сядут, то на женщине будет даже очень... На современной женщине вообще будет прекрасно. Ну, вот этот вот аккорд, виски, вы сказали, да, там есть? Ну, я, да, немножечко такое нет, но... Ну, он дает немножко не то, что брутальности, а такой тревожности какой-то. Вот ближе к мужскому, что-то вот смокинг такой. Построты какой-нибудь. Там идея такая, знаешь, смокинг на голое тело и зеленые гвоздички в рекламе. И датская модель рекламирует такой блондин. Ну, интересно. Да, да, прикольный аромат. Ну, вот тебе еще флакончик такой забавный. Это бренд Мендитероса, Стефани Искуэли. Делала Анса Фибиагель со своей подругой. Это Илья Клейр, французская, для итальянского бренда. Очень забавный. А сама Стефания очень странный человек. Все пронизано магией. Я тебе дам, кстати, буклетик, на нее почитаешь. Ну, и сэплик. Лемат, один из моих любимых ароматов, он может быть и плосковат. В нем нет глубины, но в нем есть потрясающий аккорд, который, если зацепил, то поволок и уже не отпустит. Вот, честно рассказываю, что аромат несложный, но очень странный. Он называется Лемат. Это шут у нас в карте, в колоде Картара. Со всеми соответствующими коннотациями, да? Шута, Джокера и так далее. Очень сранная штука, правда? Не знаю, мне немножечко винтажный. А, винтажный, да. Что самое поразительное, этот аромат цепляет как 20-летних, так и 60-летних людей. Вот здесь уникальный тот случай, когда он играет и в винтажную сторону, и абсолютно гиперсовременный. Потому что он сделан все-таки молодыми девочками, которые работают с материалами современными. Бабушек, ни одного компонента не было, из чего собран этот аромат. Да, а такое, да, у него винтажный дух. Есть, да, есть. Вот когда хочется. Но сама Скуэлли, она такая, если вы зайдете, посмотрите на нее, она такая вообще романтик такой, вообще сумасшедший. Я покажу сейчас еще Нептунчик, да, чтобы не грузить уже публику. То есть это у нее серия талисманы, и под каждый парфюм подведен свой концепт. Почему это посвящено? О чем это? Там целая история. То есть очень интересная линейка, необычная для тех, кто хочет что-то личное. Это все-таки хендмейдная парфюмерия и упаковочка. Я сейчас покажу тебе упаковочку бренда. Вот упаковочка Мендитерозы. То есть я уже говорил, что Скуэлли человек странный. У нее все вручную, у нее все вот так вот собрано. Все. Тут целая история. Это шут? Шут, да. Это же из карта рода. Это из карта рода, да. У нее к каждому аромату есть своя история. И порой эти истории, ты знаешь, прям совпадают, я скажу. То есть как креативный директор Стефания, она потрясающая сама девушка, которая, если что-то выдумывает, то... Я вообще люблю, когда концепт бренда имеет какой-то бэкграунд, когда это целые гиперссылки. То есть купив духи, ты еще прочитаешь пару книг, посмотришь пять фильмов и, блин, узнаешь еще немного всего. Вот когда у бренда это есть, тогда это клево. Они просто там, вы знаете, детственницы на расцвете собирали жасмин. Здорово, но мы не верим. Так что вот так. Так, мне очень понравились вот эти вот два парфюма. В каких-нибудь из будущих роликов обязательно про них расскажу. Вот именно для себя. И от Элоди, да, или Элоди, мне очень понравилась вот эта вот штучка. Очень классная. Тоже будет, возможно, в отдельном как бы видео я расскажу об этих ароматах. Шучка мне понравилась. И у нее очень прикольное название. Да, это Локестра Парфам, роза тромбон. Это молодой французский бренд, в 2018 году вышел на рынок. Идея с анестезией музыки и аромата. Идея такая с Крябином принадлежала. И молодой парень, зовут его смешно, так, Поль Гоген, почти как художника. Он замутил вот эту линеечку. Я сейчас покажу. Здесь на коробочке даже у Локестра Парфам ноты. И ноты написаны, какие есть в аромате. И на каждом аромату на ютубе можно найти ролик. Поэтому Крозит Ромбон найдешь на ютубе ролик. Посмотрим, про что аромат. Совпадает ли там джаз, который в Нью-Орлеане играет с ароматом или нет? Это такое красное платье, вечер, джаз, джазовая вечеринка. Ну, в общем, секси-секси. Очень классный. Раньше духи вообще носили, да? Есть такие бренды, играются вот с такими штучками. Так, джик-джик-джик-джик-джик. Оп, класс. Все? Пожалуйста. И пользуемся. Это аромат сиреней. Он называется Рю де Лилас, то есть сиреневая улица. Улица с сиренью. Бабушкина классная сирень. И он реально пахнет сиренью? Ну, не знаю, сейчас мы тебя брызнем. Реально пахнет сиренью или не пахнет. Давай сейчас наглубим. Кстати, многие же ищут, да, сиреневый аромат. И не находят. Да, мы тут раз, и мы дали сиреневый аромат. Сейчас мы тут разобраться где-то. У нас получится что-то. О, видите? Класс. Он, кстати, романтичный аромат. Я наполняю. Я наполняю сиреневый аромат. Замутненная в чистое звучание аромата, приближенная к природе. Вот как раз парфюмерия 17 века, она пыталась повторить природу. Цветочек какой-то. А именно вот этой абстрактной парфюмерии, современной, мы обязаны именно с открытием химии. Да, первые вещества у нас ванилин и кумарин. И поехали, поехали дальше. И так до молекул Гезушона докатились, которые для него использовались. Ладно. Кстати, сейчас близится Новый год, и можно... Вот такой подарочек подарить деткам. Это французские ароматы, сделанные с Джереми Скоттом, американским дизайнером. Куколки Кокеши национальные, японские. 2 500 стоит наборчик. Великолепное исполнение, дизайн. Все очень классно. Тут бывает либо лак, либо еще брелочек с минькой духов. Значит, я тебе дам просто аромат попробовать, чтобы ты поняла, да? Да. Ну вот гурманский такой, девчачий. Это личи? Да. Ты знаешь, за них не стыдно, за эти ароматы. Ты сама вот сейчас попробуешь, поймешь. Да. Они очень личные. Да, вот абсолютно, да. Они кайфучные. Да, да, да. Ну да, такое личио очень приятное. Они цветочные, есть фруктовые, есть гурман вот такой. И очень легкие, они не ядерные. Абсолютно. А вот такие вот нежные, нежные, как дымка такое. Вообще, детская парфюмерия, если разговаривать, у многих брендов есть детские духи, но мне вот эти понравились, потому что здесь именно дизайн, исполнение ароматов, вот, единение. Не люблю, когда дети играют по взрослым. Есть даже для грудных деток. Для мамы вместе с грудными детьми у Анжелы Шампании есть водные растворы ароматические. Как молочко такое в спрее. И такая штука есть. То есть, это такая история интересная. Ну, понятно. Ну, это уже я скептически к этому отношусь. Ну, да. Нужно ли это? А вот так детям, девочкам, мальчикам подарить. Очень классно. Да. Мальчиковые наборы. Вот Нэдди, нуждаюсь в тебе. Очень прозрачные мускусы, очень близко сидящие к коже. Это тот случай, когда не духи на мне пахнут, а я так пахну. Это вот аромат для тех, кто хочет не оглушать ароматами, но когда вот мимо проходишь, и что-то неуловимое такое. Ой, что это? Это я. Или ты кого-то близко пустила к себе. Тебя кто-то обнял и сказал, слушай, как классно ты пахнешь. Никакие классные духи на тебя. Как ты классно пахнешь. Как будто молочко для кожи, для тела ты нанесла, и все это впиталось и витает. Только молочко быстро улетит, а это будет держаться долго. И они вот такие вот очень-очень-очень кайфовые. Послушай. Ну да, для меня это что-то вообще такое невесомое. Это невесомое, абсолютно. Но запрос на такую парфюмерию и есть. Потому что, ну бывает, там беременные женщины у меня были, которые там наоборот любили ароматы. Бывает такой нонсенс. А бывает вот дохнут от всего. А настолько привыкли выходить на улицу и не могут себя чувствовать без аромата, они как обнаженные выходят. И они говорят, ну хоть что-то такое вот еле-еле, чтобы не раздражало. И вот для них есть такие ароматики, мускусненькие. Их, в принципе, целый наборчик у меня есть. Я могу посоветовать, рекомендовать. Если вот что-то бледненькое, что-то такое холодненькое, такое невесоменькое, невидное. Ну да, если будет такой запрос, да, мы можем сделать такое видео. Да, мы можем подборочку такую сделать. Вот вот ароматы, которые вот не будут никого оглушать, но в то же время будут соприсутствовать с вами. Вы нагрелись чуть-чуть, побежали. Кожа ваша нагрелась. Он раз появился, остыли, пропал. Намочили руку там, мыли руки. Капля упала, он опять запах. Вот такие вот эффекты. Да, так что оставляйте комментарии. Либо мы очень близко к вам подходит, когда вы встречаетесь. Дверь открыли, вас обняли. Говорят, ой, какая ты классная. Честно говоря, получилось так, что вы смогли прослушать именно и ноты, и вообще восприятие аромата и от меня, и от Андрея. Андрей говорил, может быть, даже больше, но, вы знаете, очень похоже мое восприятие. Вот буквально то, что я думала об этих парфюмах, он прямо срывал с уст вот те самые ноты, которые были. Возможно, это как-то обусловлено качеством композиции или я не знаю что, но действительно вот то, что он сказал об этих ароматах, в общем-то, очень соответствует тому, что услышала я. Поэтому сейчас единственное могу сказать, что мне на руку был нанесен один из парфюмов от Дуситы и Сара. Вот мне очень нравится, как она на мне раскрылась. И Сара очень интересная. Она такая и зеленая, и что-то в ней невероятно приятное, чуть леденцовое, я даже не... И Сара наинежнейший аромат, наиприятнейший. То есть вот такой, прям, я не знаю, насладительный какой-то, замечательный. Еще у меня есть теперь небольшие пробнички вот этой розы. Ну, то, что я показывала в конце, вот эти парфюмы, которые мне также понравились, очень вот поразнашиваю и обязательно сделаю на них обзор. Я думаю, что это не последний ролик из вот этого замечательного мультика. Мы будем обязательно встречаться еще раз. Вы оставляйте комментарии, о каких парфюмах вы хотели бы поговорить. Можно поговорить будет, вот уже Андрей предложил тему о бурманских ароматах. Как интересных, действительно интересных, он мне дал послушать парочку. Это вообще никакое сравнение не идет с тем, кто и гурманники, к которым мы привыкли до этого. Но, в общем-то, я думаю, что в качестве ознакомления это будет очень интересно. Поэтому будем разбавлять и говорить и о люксовых ароматах, и о нишевых. Я думаю, что нам будет не скучно. Я благодарю всех, кто досмотрел ролик до конца. Оставляйте комментарии, пишите, понравилось ли вам вот такое вот интересное общение. Как, может быть, как-то вы еще хотели бы увидеть в каком-то еще варианте. Желаю вам всего самого наилучшего. Пока-пока.